Неделю назад я говорил здесь, что про коронавирус говорить не буду. Ну, во-первых, потому что я не вирусолог, а во-вторых, про него кто только не говорит. Ну, что я буду с этой толпой смешиваться и начинать поднимать свой голос, когда 100 тысяч миллионов у людей, у них своё мнение на этот счёт. Поэтому я мнение не мог говорить, это несерьёзное. Но, и поэтому я не говорил о том, кто этот вирус изготовил, изготовили ли его, или это чисто природный, не знаю, сказал я, и был прав. А вот теперь кое-что узнал. Поэтому пора уже об этом рассказать. Кстати, тоже в комментариях виск-нытик, ой, ему это неинтересно, получается, он не хочет даже про это знать, а если про это не знает, что, значит, и лекарствами приготовить. Но главное, что это диванные нытики, которые всё равно ничего не знают. И вот они недовольны, что кто-то в их ряды не выливается, начинают тоже ныть безосновательно по этому поводу. Так вот, что на самом деле я с чем хотел поделиться. Итак, коронавирус. Это примерно одна десятитысячная миллиметра. То есть миллиметр разделить на десять тысяч. Это шарик, на поверхности которого двойной слой липидов. Липиды – это жирные молекулы и несколько слоёв белковых молекул. А вот внутри, в этой оболочке, одна всего лишь цепочка РНК. РНК – это рибонуклеиновая кислота. Вот ДНК – это дезоксия рибонуклеиновая кислота. РНК – это рибонуклеиновая кислота. Они состоят и та, и другая из четырёх блоков строительных, так сказать. Это четыре типа нуклеотидов. И вот и ДНК, и РНК. И вот что это вирус делает? Вот у него на поверхности шипы, та самая корона. Кстати, я всё думал, откуда корона, потому что корона по-английски – это краун. Ну, вроде бы, если бы это английское название, должен быть слово краун, а тут слово корона почему-то. Но потом прояснилось, потому что это не корона на голове управителя, это корона солнце, солнечная корона. А это испанское слово так корона и произносится. Поэтому и вирус называли корона. Так вот, что делает этот вирус. У него на поверхности вот эти шипы, они играют роль отмычки. Вот они так стратегически и тактически расположены, что когда этот вирус подходит к человеку, попадает в него и подходит к клетке, он как отмычки вот этими шипами нажимает на нужные точки, и клетка открывает проход в клетку, в человеческую клетку. И вирус-то пролезает и начинает пожирать внутренность клетки, а именно пожирает нуклеотиды. И делает сборку себе подобную. То есть он производит потомство, и вот это потомство своих детей он собирает из материала человека, человеческого. Поэтому идут очень неприятные изменения у людей, которые заболели этим вирусом. Так вот, всего эта цепочка РНК, она маленькая в сравнении с ДНК. Вот те, кто следит за работами по ДНК-генеалогии или слушает там в частности мои передачи, это в игре хромостом 58 миллионов нуклеотидов, вот этих вот 58 миллионов. А в РНК 30 тысяч. То есть относительно маленькая цепочка. И она упакована, как в шубу, в эти вот слои белка и липидов. И вот эти самые специальные системы у этого вируса и у клетки. Когда идёт копирование 30 тысяч, вот идёт как на конвейере, идёт прокатка этой цепочки 30 тысяч, нахватывается совершенно пиратским образом, совершенно наглым образом захватывается материал из клетки. И вот это как сборка на конвейере на заводе. Идёт матрица, это самая РНК, нахватывается то, что в РНК есть, и ровно делают копию. Прямо поверх этой самой РНК делают копию идентичную той самой молекулы РНК. И вот это и есть уже дочерние вирусы. И вот здесь я опять же проведу аналогию с ДНК-генеалогией. Потому что если в игре хромосоме идёт передача почти идентичного игре хромосома от отца, к сыну, к сыну, к сыну, к сыну и так далее, тысячи лет и тысячи поколений. Вот так же происходит дело и в... А, кстати, и у женщин тоже митохондральное ДНК от матери, дочери, дочери, дочери. И так вот эта линейная цепочка. Также вирус, он синтезирует, собирает аналогичную себе цепочку. И этой передачей идёт та же самая РНК, к детям, к детям, к детям. Они уже размножились, человек выздоровел и погиб. Они перешли в другое место, опять внедрились и опять делают то же самое. То есть одно инфицирование – это одно поколение. По аналогии с ДНК-генеалогией. Вот он инфицировал, этот самый виропролез, произвёл себе подобных. Те пролезли в другую клетку, ещё одно поколение, ещё подобных произвели. Значит, можно, это я уже по аналогии с ДНК-генеалогией, посмотреть, а какие мутации возникают. Дело в том, что когда идёт новая сборка, идеала не бывает. Всегда где-то система ошибается. Значит, обязаны вот в этих самых, когда придут дочерние молекулы РНК, в них обязаны быть, не обязательно после первого поколения, второго, третьего, обязательно должны появляться мутации. Это означает, что вместо одной нуклеотиды система ошиблась по ходу сборки, схватила другой и встроила его туда. А это уже навсегда. Потому что когда идёт потомство, это уже совершенно религиозно копирует то, что было до этого. Система не спрашивает, а что там было у прадедушки. Она всегда копирует только то, что было у родителя. И поэтому должны быть мутации, которые можно проследить, можно вытащить от РНК из больного человека, её или даже из умершего, сделать то, что называется в науке секвенс. То есть определение последовательности всех 30 тысяч нуклеотидов. Сравнить с другими. Смотрите, а вот тут-то было не так, а вот тут-то появилось новое. То есть можно делать прямо каталог тех мутаций, которые появились. Поэтому ввожу термин РНК-генеалогия. По сравнению с ДНК-генеалогией. Ну, осталось проверить, а так ли это. Проверили так. Дело в том, что уже меня спрашивают часто, а всё-таки геном вируса расшифрован или нет. Вот геном это и есть те самые 30 тысяч нуклеотидов в РНК. Ну, и вот это и есть геном. Так вот, не только не расшифрован один, их уже расшифровано более трёх тысяч геномов вируса, коронавируса. И когда взять вот эти вот 3000 или даже меньше, и тогда можно видеть, так оно и есть. Идут, появляются мутации. Более того, если вот действительно посчитать, что это уже так я прикидывал, можно сказать, на салфетке. Если прикинуть, если посчитать, что одно инфицирование – это одно поколение, а мутация считается на поколении. В ДНК-генеалоге считается на поколение. Или берут на поколение, условно, скажем, 25 лет, тогда пересчитывают на год. Но, в принципе, всегда считают на поколение, потому что именно поколение делает сборку, именно на поколении происходит сбой. Кстати, у человека в ИГ-хромосоме то же самое. Одна мутация на поколение. Во всех 58 миллионах нуклеотидов. Так вот, если прикинуть, если посчитать, что это, возможно, такой фундаментальный закон природы, и прикинуть, а что если у вируса тоже одна мутация на поколение? Вот на одно инфицирование проскочила сборка. Одна, соответственно, 30-тысячная – это частота образования мутации. Что такое скорость мутации? Это частота. Вот если одна мутация на 30 тысяч, то единица делить на 30 тысяч. Получается 3 стотысячных. Ну, точнее, 3,3 десятых. Стотысячных. Вот такая должна быть скорость мутации, если на самом деле такой механизм. Я посмотрел работы вирусологов. Это прямо в серединке их оценки. Потому что у вирусологов, они, понятно, что, как всегда, не могут договориться, разброс больших данных, и у них идет от одной десятитысячной до одной миллионной разброс в оценочных скоростях мутаций. Я только сейчас прикинул, это три стотысячных. То есть, больше чем одна десятитысячная, меньше в одной миллионной. Где-то вот в шкале логарифмической это пример прямо, или почти точно, прямо посередине и есть. Так вот тогда идет дальше, соответственно, мысль может идти дальше. Ну, значит, получается, как в ДНК генеалогии можно рассчитать, а когда жил общий предок по числу мутаций. Мутации, как круги по воде разбегаются. Значит, если любой, кто знает основы физики, он может себе представить, если посмотреть, как вот по воде расходятся круги от камня, в брошенную воду, если знать скорость расхождения, то можно легко рассчитать, где то место, где камень был брошен в воду. То есть, истраполируя прямо к серединке. То есть, можно рассчитать, когда вот эти мутации пошли и, наконец, откуда они пошли. Дело в том, что так же ДНК генеалогии. Мы смотрим древние миграции и видим, откуда они пошли, в какую сторону, когда они ходили. То есть, аналогию практически полную можно провести в отношении РНК генеалогии. Что оказалось? Оказалось, что действительно так оно и есть. И нашли. Вот первые же данные. Это не мои данные, я просто беру то, что у вирусологов. Я пытаюсь их по таким же углом рассмотреть, как я рассмотрю данные ДНК генеалогии. Оказалось, что действительно, помутаться можно узнать, чей это вирус, откуда он пришел. Оказалось, что в США, например, первый же заболевший был, кстати, Вашингтон. Это вот на западном побережье, значит, Америки, Тихоокеан. Это под Канадой, Сиэтл, столица Штата. Так вот туда действительно пришел первый вирус, там был первый заболевший. Взяли образец вируса китайский. То есть, это действительно вирус был из Китая. А откуда он в Китае оказался? Уже довольно массив данных немало есть. действительно от летучих мышей. И он уже известен, коронавирус, уже 20-30 лет в этих мышах, что он есть. То есть, сейчас четко показали, что по мутациям прослеживается, по картине мутации, действительно к летучим мышам. Более того, прослеживается, что он совершенно природный. Никакой рука человека вируса не касалась. Поэтому на сегодняшний день, по крайней мере, картина такова, что он не создан искусственно. Это совершенно четко природный вирус. И прослеживается все это природное. И вот недавно вышла статья. 27 специалистов крупных по вирусологии. Они подтвердили, что никаких оснований считать вирус рукотворным нет. Так вот, оказалось, что в Вашингтоне, в штат Вашингтон, первый вирус пришел из Китая. Взяли Нью-Йорк. И оказалось, первый жил 78 геномов вируса. Взяли из Нью-Йорка. Оказалось, только один пришел из штата Вашингтон. А остальные 77 европейские. То есть уже четко видны эти самые вирусы прибыли. Какие из Италии, какие из Франции, какие из Испании, какие из Германии. То есть все это уже можно расписывать. То же самое, если бы это делать в России. Я, признаться, не знаю сейчас в России, но должны быть в принципе аппаратуры и люди, которые могут такие же вещи делать. И в России, и смотреть, откуда вирус пришел. Ну на этом мне могут сказать, ну и что? Ну узнали мы, откуда пришел. А дальше дело в том, что тогда и вакцину можно смотреть, какую делать-то. Получается, если дерево вируса растет, потомки уходят в разные стороны. И у них очень может быть, что уже есть несколько разных линий вирусов, а не все коронавирусы. Но вакцина, работающая на один, не обязательно работает на другой. Да, еще вот что можно сказать по этому поводу. Дело в том, что если скорость мутации вируса намного выше, то вирус легко может убить сам себя. Дело в том, что когда мутаций много, они могут добраться до, так сказать, активного, вот этого болезнетворного центра вируса, его деактивировать, или ослабить, или просто его дезактивировать. Возможно, поэтому механизм, почему вирусы со временем ослабевают определенных линий. Когда мутация доходит до вот этого критической точки, вирус пассивируется и дальше не работает. То есть, если этим заниматься правильно, можно очень много нового узнать. И можно смотреть кинетику, так сказать, вот не генетику, а кинетику этих вирусов и смотреть, как это все развивается. То есть,